Это новости на канале ЭНСК-49 в студии Татьяна Учебжанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Прорыв ликвидирован. Всю прошедшую ночь сотрудники сибирской генерирующей компании ликвидировали аварию, вызванную прорывом в магистральной трубе теплосети. Без тепла оставались около 14 тысяч жителей Дзержинского района. Деньги заплатили, а газа нет. В домах жителей станции Мочище до сих пор нет газа, который должен был к ним прийти по областной программе. Поверив обещаниям чиновников, люди за большие деньги установили необходимое оборудование, за которое платят кредиты. Почему горят машины? Сотрудники МЧС обратили внимание на увеличение случаев возгорания автомобилей. В основном это происходит из-за дефектов в системе автопрогрева или неправильном отогреве замерзшей машины. А теперь об этих и других событиях более подробно. Минувшие сутки энергетики Новосибирска и службы спасения боролись с последствиями крупной аварии на теплосети в Дзержинском районе города. Без тепла остались 162 объекта. Среди них детские и медицинские учреждения, а также 93 многоквартирных дома. Все подробности далее. Новосибирские энергетики к неотложным аварийным работам приступили около 8 часов вечера 28 ноября. Пришлось отключить теплотрассу диаметром 800 мм по улице Промышленной, так как кипяток начал выходить на поверхность. Дефект обнаружился недалеко от 32 дома по улице Королева. Теплоснабжения лишились 93 многоквартирных жилых дома, в которых проживает почти 14 тысяч человек, а также 9 детских садов и 4 медицинских учреждения, в том числе один с круглосуточным пребыванием пациентов. Всю ночь мы устраняли дефект на внутриквартальной тепловой сети, из-за которой, собственно, вечером и произошло отключение по улице Промышленной. Теплотрасса 1986 года диаметром 150 мм. Работы были стеснены, во-первых, погодными условиями было довольно холодно, во-вторых, там рядом проложены кабели и другие сложности были. Около двух часов ночи, все еще отключенными от тепла, оставались 9 жилых домов, детская больница и один детский сад. Утром дефект был устранен, заявляет в компании СГК. Потом при включении выявился новый дефект в камере на запорной арматуре, но в 15.40 нам удалось этот второй дефект тоже устранить. И эти 9 жилых домов, детская больница и детский сад в 15.40 начали запускать систему отопления. По информации, больница уже включена по нормальной схеме, а жилые дома и детский сад запускают сейчас систему отопления. Порыв трубопровода случился по причине внешней коррозии, которая истончила трубу до критического значения. Вот так выглядел аварийный участок. По данным сибирской генерирующей компании, к восстановлению теплоснабжения были привлечены 32 сотрудника и 13 единиц техники. Впрочем, если судить по многочисленным звонкам в нашу службу новостей, многие жители других районов Новосибирска тоже находятся в малокомфортных условиях из-за холода в квартире. Хотя на их теплосетях аварий не происходило. На станции Мочище весной этого года торжественно открыли газораспределительную станцию. Только вот голубого топлива, которое должно было попасть в 500 домов, дождались не все. В причинах разбирался Александр Булдаков. Жители станции Мочище делали уже несколько попыток заполучить желанный газ в свои дома, но все безрезультатно. Поэтому обрадовались, когда стало известно, что они все-таки попали в программу газификации. Мы, собственно, сначала в это не поверили. Я связался с руководством «Газпрома». Они мне подтвердили, что газ все-таки будет. Мы, согласно этим обещаниям, протянули трубы у себя внутри дома. Поставили котлы, уже приготовились к приему газа, чтобы нам газ отдали. В сентябре месяце, где-то в начале сентября, зашли уже бурильщики, начали бурить, прокладывать трубы. Принять газ в доме не так просто и, как выяснилось, совсем недешево. Проект 5 тысяч, 63 тысячи проложить, купить трубу, оборудование, ну и работу. Вот, я говорю, 130 тысяч у меня уже. Все ушло. Еще мне внутрянку там надо врезать, ну еще десятка. Ну еще обойдет. Ну где-то, я говорю, 150 это как минимум. Еще купить краску, покрасить. Но люди спешили установить оборудование, которое, согласно обещаниям газовщиков, должно было понадобиться уже в конце декабря. Особенно в этом деле преуспели одинокие пенсионеры, так как без газа им живется совсем непросто. Хорошо дети, а у кого нет, все нанимаются, платят пенсии копеечные, как говорится. Мы тут две бабушки живем вместе, две бабушки. Самим нужно дрова заготовить, уголь купить, все это стаскать, порубить. Дети отдельно в городе, когда приедут, а когда и нет. Но газ не пришел. Недели три назад все работы заморозили, рабочие уехали, побросав оборудование. Выяснилось, что проект газификации мочище оказался не до конца проработанным. Железная дорога не разрешает прокладку труб по зоне отчуждения, получается. У нас исторически сложилось, что улица Садовая, она находится в зоне отчуждения РЖД. Там по ней люди ездят, там дорога, там опоры ЛЭП идут, там до домов, может быть, где-то и 50 метров-то нет. И, собственно, вот с этой улицей у нас всегда проблема. И, собственно, на этом все стало. Не могут согласовать железной дороге проход трубы. Как бы печально это ни выглядело, но и по другую сторону железной дороги работы по газификации жителей мочище тоже были прекращены. Все остановилось. Мы спрашиваем, в чем дело с «Газпрома». С нами шибко разговаривать не хотят. Мы обращались к замдиректора по строительству газопровода именно в нашем населенном пункте Абдурахманова Елена Александровна. Мы очень часто все улицы ей названиваем. Она только отговорки. Вы поймите, вы потерпите. Вы не одни у нас. Вот не одни и все вы у нас. Ну а как? Ну наша очередь тоже когда-то должна быть. Теперь жители станции мочище уже уверены, что этой зимой на их улице праздника точно не будет. И отапливать дома придется, как прежде, углем и дровами. Случится ли так называемая догазификация по региональной программе хотя бы в следующем году, тоже никто с уверенностью пообещать людям не может. Максимально грязный воздух. Во вторник, 29 ноября, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достигал максимальных 10 баллов. Об этом сообщает сервис Air Voice. Бордовая отметка появилась в 9 часов утра. При этом специалисты отметили, что ситуация, возможно, будет только ухудшаться. Поэтому жителям порекомендовали по возможности не выходить на улицу. По словам синоптиков, накоплению загрязнений в атмосфере способствует морозная и безветренная погода. До 30 ноября в Новосибирске продлен режим черного неба, действующий в городе уже три дня. Администрация города рекомендовала предприятиям уменьшить количество выбросов. На момент подготовки выпуска новостей портал Air Voice оценил состояние воздуха в городе в 7 баллов из 10. Неожиданно нагрянувшие к нам морозы привели к ожидаемым последствиям. Увеличилось количество возгораний, в том числе и на автотранспорте. Почему горят машины, нам рассказали сотрудники МЧС. В Сибири так бывает практически всегда. Как только ударят первые сильные морозы, автомобили начинают гореть. В данном случае поджигатели совсем ни при чем. Все дело в техническом состоянии транспорта. Точнее, в его плохом техническом состоянии. Кто-то пытается сэкономить на сезонном посещении станции техобслуживания. Кто-то просто не до конца понимает, что может привести к печальным последствиям. Нарушают правила при эксплуатации автомобилей. Двигатели накрывают горючими какими-либо материалами, которые могут привести к воспламенению. Должным образом не проводят техническое обслуживание. Необходимо его проводить только на сертифицированных автостанциях. Чаще всего возгорание машин происходит во время автоматического прогрева двигателя. Бывает это в случаях со старой, плохо изолированной электропроводкой, которая просто не выдерживает нагрузки и неисправным топливным оборудованием. Поэтому, если вы до конца не уверены в том, что техническому состоянию вашего автомобиля можно поставить хотя бы твердую четверку, то от автопрогревов лучше отказаться и на всякий случай запастись дополнительным огнетушителем. Еще одна распространенная причина возгораний – безграмотный отогрев полностью замерзшей машины. Периодически бывают причины пожара, когда используются открытый огонь либо электронагревательные приборы для отогрева автотранспортных средств. Здесь также необходимо обращаться к специалистам, которые используют безопасные тепловые пушки для отогрева автомобилей. Ну и, естественно, не использовать кустарного изготовления, какие-то электроприспособления. И стоит помнить, что не все автомобили вообще предназначены для эксплуатации в тяжелых зимних условиях Сибири. А между тем, синоптики прогнозируют сохранение низких температур в ближайшие дни. Западно-сибирский гидрометцентр передает, что днем температура воздуха будет в пределах 16-28 градусов, но чужий столбик термометра опустится до 22-29 градусов ниже нуля, местами до минус 36. Так что, может лучше отказаться от некоторых необязательных поездок в такую погоду на личном транспорте. Больше тысячи встреч, консультаций и концертов проведут в первые 10 дней декабря в Новосибирской области. В декаду инвалидов будут работать горячие линии в службах соцзащиты и в пенсионном фонде. Специалисты расскажут обо всех видах льгот, социальной поддержки, ответят на вопросы по трудовой занятости маломобильных граждан. В этом году для них появится социальный сертификат по трудоустройству и можно будет выбрать общественную организацию, которая поможет найти работу. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальной аптечной сети начнут действовать скидки на товары для реабилитации и лекарства. В Краеведческом музее открывается уникальная выставка «Мумия. Войн Алтая». Это редкая возможность увидеть одну из известных во всем мире пазырыкских мумий. Наша съемочная группа побывала на монтаже экспозиции и вот что они увидели. В Краеведческом музее идут последние подготовительные работы перед открытием выставки «Мумия. Воин Алтая». Это совместный проект музея с Институтом археологии и этнографии Соран. На выставке представлена мумия воина пазырыкской культуры, которая существовала в V-III веках до н.э. на территории Центрального и Горного Алтая. Главный экспонат – мумия древнего воина, а также одежда и предметы, с которыми он был захоронен. Воин был найден в одном из знаменитых замерзших погребений на плато Укок. Понятно, что предметов не так много, но все эти предметы подлинные, здесь их около 40. Все эти предметы подлинные, они все находились в погребении, собственно, Верхольджин-2, известном, которое было исследовано академикой Вячеславовичем Молодиным в 90-х годах. Сохранность мумий поражает всегда. То есть для нас это в целом удивительное что-то, увидеть человека, тело человека, который жил десятки, сотни тысяч лет назад. Сохранность этих мумий просто потрясающая. Причина их действительно уже, ну, не единожды там опубликованы все эти вещи и обсуждались не раз. Причина в том, что сами эти тела, вернее, сами эти погребения, погребальные конструкции оказались в воде, оказались затоплены, собственно, вот этими водами и замерзли. И поэтому все вот эти предметы оказались в такой вот ледяной линзе. В экспозиции представлены вещи воина. Шуба, которая шита так, чтобы в ней можно было спать и сидеть на земле. Различные предметы повседневного обихода и даже медное зеркальце и гребень. Ведь воины носили косы, а следовательно, ухаживали за ними. По сохранившимся предметам одежды можно даже определить уровень мастерства портного. Все эти вещи рассказывают об образе жизни кочевников той эпохи. Во-первых, конечно, отдельная история, отдельные наши замирающие сердца каждый раз, когда мы даже сами заходим в этот зал, это весь текстиль, который сохранился. Это уникальный совершенно формат, потому что, во-первых, мы можем увидеть не только сам предмет, как он выглядел подлинно, из каких материалов был сшит, какого он был цвета. Вы увидите прекрасные штаны, вы узнаете, что они красные были, действительно очень яркого красного цвета. Но можно увидеть то, что обычно скрыто, увидеть шивы, увидеть штопку. И вот на самом деле вот это подновление штанов этих, оно происходило во время жизни этого человека. То есть это не уже игры реставраторов. Мумия воина сохранилась не хуже этих вещей. Вон лежит в позе спящего человека, как в утробе матери. Мы увидели то, чего, собственно, не видел никто никогда. Это не только сохранность самого тела, фантастическая. То есть мы можем видеть и татуировки, которые покрывают плечо, лопатку и часть руки. Этого замечательного мужчины. Мы видим замечательную прическу, которая сохранилась полностью. Меня лично завораживают, например, я вот уже про это всегда говорю, ступни, ступни и пальцы ног. То есть мы можем действительно, то есть это ощущение, что человек просто действительно спит. Древние культуры ассоциируют смерть с переходом или с новым. Предметы коллекции требуют особых условий транспортировки, климат-контроля и освещения. Поэтому билеты на посещение выставки в кассе будут продаваться с указанием времени. Так как в зале может находиться одновременно не более 30 человек. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Ваше мы ждем в рабочее время по номеру 277 0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и берегите себя. Продолжение следует...